Приветствую вас. Давайте разберегем ваш вопрос, который вы задаете. В первую очередь нужно сказать, наверное, что довольно редко люди оказываются в вашей ситуации случайно. Если честно, то вообще практически никогда, если человек попадается на эффекты, например, то это не происходит случайно. Это происходит по определенной вполне себе закономерности, это происходит по определенной вполне себе причине. Вот. И я бы сказал, что ты судя по тому, что я вижу в эту причину пока не очень понимаете возможно. То есть вы не отдаете себе себя чет, как вы вообще оказались в этой ситуации. Вот. Ну, как мне кажется. И соответственно, идея моя заключается в том, чтобы поработать именно над выявлением того, как вы оказались в такой ситуации, как, каким образом вы оказались в такой ситуации. Вот. А что вы проживали, 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 например, когда. Вот. Я имею в виду, в каком вы находите состоянии. Вот. Что вас беспокоило. И соответственно, это могло бы существенно вам помочь, это могло бы существенно помочь увидеть то, какую проблему вы пытаетесь решить вот сейчас через свое желание отомстить. Ведь желание отомстить, желание отомстить, желание отомстить, это по большому счету, ну, такая, знаете, потребность в компенсации. Компенсации. Вы хотите как бы компенсировать то, что, например, сделали с вами. Да. Вот. Но при этом в том, что вы хотите компенсировать и хотите отомстить, вы уходите, к сожалению, от своей жизни. Вы уходите здесь. Вы уходите здесь. К сожалению, от себя. От себя самой. Вы уходите. Вот. Что здесь. Ну, достаточно нехорошим. Я бы сказал историю. И пытаясь, пытаясь отомстить. Отомстить. Вы, конечно же, не приближаетесь к тому, чтобы стать самой собой. Я вам, в принципе, даже больше скажу, что эти люди, они вполне могут продолжать иметь определенную власть над вами. Именно именно из-за того, что вы пытаетесь им сейчас отомстить. Вот. И пока вы пытаетесь самотомстить, вы уже, собственно, не живете своей жизнью. Вы живете их жизнью. А это может означать только то, что вам, вероятно, ваша жизнь не так, чтобы интересна вам ваша жизнь. Не так, чтобы особо чувствуется. Вот. Понимаете? Какая штука. И вам интереснее думать. Вот. Например, про мисс интересного и эмоционального. Эмоционально более полного вам это ощущается, чем, например, жить своей жизнью дальше. Вот. Поэтому я бы сказал, что вот с точки зрения психологии, вот, ну, точнее, вот, той школы, к которой я себя отношу, что имел бы смысл обратить внимание именно на вас, именно на то, как вы живете своей жизнью, как вы проживаете свою жизнь, насколько вам вообще это вот все интересно, насколько вам это все увлекательно, да, и так далее. Вот. Как вы, например, обращаетесь со своими чувствами, вот. Ну, то есть, я имею в виду, как вы проживаете свои чувства, как вы их выражаете, как вы с ними обращаетесь, вот. Откликаетесь ли вы на, вот, допустим, свои чувства, которые у вас есть, вот. Вот. Это все, на мой взгляд, очень важные аспекты. Вот. Если на это не обращать внимание, вот, если вы на это не обращаете внимание, то, конечно же, определенных проблем не избежать, как мне кажется. Вот. Вот. Вот примерно, наверное, такой ответ. И дело не в том, как мне кажется, дело не в том, чтобы стараться, ну, например, ну, перестать, допустим, хотеть отомстить, да, избавиться от этого чувства. Ну, у вас есть, пусть будет, если оно есть. Ну, вот, избавление, избавиться, пытаться избавиться, ничему хорошему не приведет. Вот. Если хотите, пусть будет, пусть будет. В основном, немножко другое. В основном, что вам еще помимо интересных, что вам еще помимо местных, например, интересных, вот. И... эээ... И что важно, это ваша ответственность. То есть... Вы сейчас себя ведете так, что вот, знаете как, когда человек от зависимости какой-то избавляет, ну, достаточно серьезный, вот, что он потом пытается искоренить вообще любые проявления, вот, ну вообще любые проявления вот того, от чего он был зависим, пытается искоренить. То есть если это алкоголь, то полный запрет алкоголя вокруг и, соответственно, организация там каких-то акций, да, против алкоголя и так далее. Вот это такая вот, получается, борьба с самим собой. Вот мне бы не хотелось, чтобы вы в этой борьбе погрязли. Вот. Понимаете, чтобы вы погрязли в этой борьбе с ветерина-ветериноменницами, не побоюсь этого слова. Ну, для этого нужна работа, Татьяна. Вот. А негативные мысли, они идут не просто так. То есть, ну, негативных мыслей есть свои основания, если угодно. есть свои причины, то есть это не просто негативные мысли. Это именно обусловленные чем-то. Мысли. Ваши. Вот. Понимаете? по-моему, тут нужно разбираться, на мой взгляд, более детально, более подробно. Ну, конечно, к вам много сочетов, потому что очень жаль, что вы в такую ситуацию попали. Это всегда очень грустно, но жить как-то дальше нужно. Поэтому я надеюсь только, что решение вы примете максимально верно, но максимально корректно и все-таки пройдете психотерапию. Потому что по-другому оправиться от последствий того, что вы пережили, будет очень сложно. Это, в общем-то, прямо вытикает из моего опыта и из опыта психотерапевтического. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что проблемы ваши будут решены. Продолжение следует... Продолжение следует...